В Амурской области 14 детских домов. Ежегодно из них выпускается около сотни детей-сирот и практически 100% из них сразу идут учиться в лицеи, колледжи и профтехучилища. Для большинства детей без родителей это практически единственный способ временно решить главную проблему – отсутствие собственной крыши над головой. Для подачи документов на льготную жилплощадь государство дает сиротам 5 лет с момента совершеннолетия. 23 года – переломный возраст, после которого доказать свое право на квадраты будет сложно. С этого времени социальные льготы, в том числе на внеочередное предоставление жилья, действовать перестают. Ну и начали, грубо говоря, пугать уже вот этим возрастом, что подходит возраст 23 года. И потом вообще ничего не добьешься и не дождешься. 23 года Наталье Якатичево исполнится через 2,5 месяца. Этого дня она боится. Наталья – студентка АМГУ, учится на психолога заочно. Сейчас живет у подруги. Общежитие заочникам не дают, а своего дома у девушки нет. Она – сирота. Я живу у чужих людей, меня приютили. Приютила подруга. И она приютила даже не в свой дом, а в тетин дом, у которой есть ребенок. Ребенок – мальчик, он растет, ходит уже в 7 класс. Время идет, и нас в один прекрасный момент могут просто попросить собрать вещи и уйти на улицу. Идти Наталье некуда. Ее отца в 2001-м насмерть избили по дороге домой. В 2006-м исчезла без вести мама. Младший брат пошел по плохой дорожке, сейчас в колонии, а старший женился. Вместе с семьей он живет в небольшой комнате, оставшейся после родителей. Когда случилась трагедия, Наташу отдали в детдом. В 18-летнем возрасте после выпуска она поступила сначала в педагогическое училище, потом в лицей. Я поступала, чтобы у меня была уверенность в завтрашнем дне, что я не останусь на улице. И мне знакомая посоветовала поступить в лицей, чтобы выделили жилье, общежитие. Сразу после совершеннолетия Наталья собрала документы, встала в очередь на жилье. И вот уже 4 года ведет переписку с чиновниками, прокуратурой, уполномоченным. Ну вообще по всем этим документам, если их прочесть, ни одна инстанция конкретно не вдавалась в подробности и не входила в мое положение. Жилье мне полагается, я стою на очереди. Просто неизвестно когда, неизвестно сколько ждать и чего вообще ждать. По закону бояться Наталье нечего, говорят юристы. Она вовремя оформила документы и государство обязано дать ей квартиру. Если человек, исполнилось ему 18 лет, он стал в очередь, но по каким-то, то есть его зарегистрировали в очереди, но по каким-то причинам он не смог получить жилье до 23 лет, то это право за ним сохраняется. Это право за ним сохраняется. То есть до фактического обеспечения живым помещением. В реальности все обстоит по-другому. До какого времени государство должно решить жилищный вопрос сироты, в законе не говорится. И чем старше становится претендент на жилье, тем чаще он получает отписки и тем призрачнее шанс дождаться своей очереди. Я ходила на Богдана Хмельницкого 8, где я стою на очереди. И моя очередь просто не стоит на месте или двигается вперед, а она наоборот отъезжает назад. Как бы была я там 64-я, стала 73-й. Ну на что мне сказали, что есть определенные в законе какие-то предписки или как, я не знаю, что если по решению суда или какие-то там другие причины, детей стоят вперед, а остальных как бы сдвигают. К уполномоченному по правам человека ежегодно обращаются до 100 детей-сирот. Большинство вопросов касаются проблем с жильем. В 2013 и 2014 году прокурорами области выявлено порядка 300 нарушений законодательства в сфере защиты жилищных прав детей-сирот. Внесено более 40 представлений. 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В суд направлено свыше 140 исков, 122 из которых рассмотрены и удовлетворены. Всего за последние два года жилье получили 589 детей-сирот. Органами местного массового управления приобретено более 230 жилых помещений. В Благовещенске в прошлом году жильем обеспечили 90 детей-сирот. В этом году всего 11. Наталья в числу этих счастливчиков не попала. Ее очередь еще далеко. В апреле этого года ей предложили посмотреть комнату в Белогорье. За пределами Благовещенской девушка никогда не была. И сразу не поняла, что ездить домой каждый день ей придется за 30 километров от города. Если посмотреть прямо на расписание, которое висит на остановке, то последний рейс в 20-30. В моем учебном заведении у меня пары бывают до 10 часов вечера. Либо оставаться где-то в городе, там, ну, не знаю где, либо пешком идти до Белогоря. Ну вот, сейчас мы едем на автобусе 1Э, маршрут до Белогоря. Стоимость билета 23 рубля. И примерно по времени 40 минут. Мне стало просто страшно здесь жить, потому что здесь как бы много пьющих людей. Здесь постоянно разбой. Зимой так вообще мне было бы страшно, у меня здесь никого нет. Две трехэтажки по улице Луговой полностью заселены сиротами. В этом районе получился своего рода большой детский дом с единственным отличием. Живущих здесь никто не контролирует. Комнаты в этих домах берут неохотно. Ну, сказали, что если я вот сейчас откажусь, то я потом буду долго еще. Что-то пришлось. Пришлось, да? То есть не совсем. Да, пришлось. Не хотелось, конечно, в Белогорск где-нибудь поближе к городу, потому что далеко едет. Наталья от предложенного жилья отказалась. Своё право жить в черте города девушка в суде доказать не смогла. Деньги на обеспечение жильем детей-сирот выделяются по федеральной программе. Они поступают в Минобразование. Там финансы распределяют по городам и районам. Благовещенску в этом году выделили всего 10 миллионов рублей. Есть определенная стоимость жилья, которую превысить мы не имеем права. Она утверждена постановлением главы администрации. И мы работаем в пределах этой цены. 41 рубль. 41 тысяча рублей, да. Это не реально? Нет, конечно. Для города это очень искусно. В очереди на получение жилья в Благовещенске стоит 270 детей-сирот. В начале года их было 198. Вот если даже сейчас гипотетически предположить, что нам выделили полностью в обеспечении всем, мы имеем возможность приобрести строительство, видите, какое идет. Мы бы приобрели это жилье, но все упирается в финале. Наталья уверена, после того, как ей исполнится 23, добиваться квартиры придется через суд. Возможно, это хоть как-то ускорит очередь, которая, вопреки законам времени, движется не вперед, а назад. КОНЕЦ